Они обеспечивали работу сталинградских переправ и снабжали боеприпасами и топливом Красную Армию. Свою книгу самарский журналист и краевед Владимир Казарин посвятил подвигу куйбышевских героев-речников. Автор рассказывает, когда обратился к этой теме, был удивлен, как мало о речниках написано книг. Я вырос на Молге буквально, поэтому подумал, о речниках мало пишут. Я подумал, пробуй заняться этой темой. И когда влез туда, оказалось, что это очень интересная история. Книгу Владимира Казарина, издать которую помогла Общественная палата Российской Федерации, представили на выставке «Сталинград. История Победы». Она открылась в Самаре в рамках празднования 80-летия разгрома советскими бойцами фашистов в Сталинградской битве. Экспозиция представлена с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса и посвящена городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны. Мы рассказываем о тех историях наших речников. Причем хочу отметить, что зачастую на кораблях нашей Волжской, Самарской, Куйбышской флотилии работали именно семьями. Потому что тогда было, в те годы войны было так принято. Мы рассказываем, как через историю семьи, как через историю конкретного человека, который, может быть, кстати, и погиб в рамках Сталинградской битвы. И появилась вот та победа в Сталинградской битве 80 лет, которую мы сегодня отмечаем, которая потом привела к победе в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года. Выставку под названием «Сталинград. История победы» можно будет увидеть до 28 февраля. Виктория Шарая, Николай Сидоров. События.